Друзья, всем привет! С вами Любовь Борода, это мой канал. Как вы уже, наверное, успели заметить, наконец-то я стал всё-таки появляться на своём канале. Моё отсутствие можно объяснить несколькими причинами, оправдываться не буду, но не было времени. Сейчас у меня появилась новая студия, новое помещение, в котором я нахожусь, и возможность отписывать свежие и интересные ролики. Несколько роликов уже вышло, но они все не по теме паракорда были. А так как всё-таки большинство из вас любят смотреть всякие паракордовые штучки, я сегодня специально одел даже футболочку, связанную с паракордом. И хочу рассказать вам, даже не рассказать, а показать один маленький, но удаленький узелочек, как его вязать. Это всё делается очень быстро. А для того, чтобы продлить видео, чтобы вам было интересно и было желание посмотреть что-то ещё, я прилеплю к этому ролику. Ролик, который мало был вами просмотрен. И я считаю, что это вы сделали зря. Возможно, я его запилил ни в нужное время, ни в нужное месте, или, возможно, неправильно его подписал. Но там целых 9 прикольных, креативных, простых узлов, которые можно использовать в повседневной жизни, которые достаточно 2-3 раза посмотреть, запомнить и всё время применять в жизни. Соответственно, тот ролик я тоже подцеплю в продолжении к этому. После просмотра данного видео вы прокачаете свой скилл на плюс 10 классных, креативных, простейших узлов. Погнали! Итак, погнали! Сейчас мы с вами сплетём такой вот двужильный стопорный узел. Это дело я быстренько расплетаю. И показываю вам, как оно делается. Всё очень просто. Для чего это надо? Во многих моих видео вы видели, что на концах ланьярдов, либо прочих каких-то штучек, шнурочков, я плету бриллиантовый узел. Вот для того, чтобы сильно не заморачиваться и не плести бриллиантовый узел, можно сделать такой вот стопорный узел, и он тоже будет выглядеть кайфово. И плюс он... Вы не потратите много времени на его плетение. Итак, погнали! Мы просто держим две стропы. Получается вот такая штука. Теперь берём этот хвостик, проводим под... Снизу под нашим первым хвостом. И заводим сюда, вот в эту петлю. И подтягиваем. Аккуратненько всё это дело. Получается вот так. Я хвосты оставил длинные, чтобы вам было понятней. Когда приловчитесь, будете оставлять поменьше. Этого будет тоже достаточно. Теперь берём этот хвостик и заводим его просто вот сюда. А теперь вот этот хвостик, вот этот вот, огибая наш вот этот конец, мы заводим вот в эту дырочку. Чтобы получилось вот так. И постепенно, аккуратненько, всё это дело стягиваем. Давайте ещё раз закрепим материал. Итак, у нас две стропы. Мы берём эту стропу, закидываем сверху на вторую стропу, и у нас получается такая вот петелька. Потом этой стропой, проходя под этим хвостиком, мы проводим и заводим вот в эту петлю. И постепенно всё это дело стягиваем. Чтобы у нас получился вот такой вот узелочек. Потом этот хвостик мы просто заводим вниз и выводим в петлю. Вот он. А потом второй хвост не сразу мы ведём туда, а вот так вот огибаем наш хвостичек. И только после этого проводим снизу и заводим вот в это вот в это отверстие. То есть не между переплетением шнуров, а вот в середину. И берём за два хвоста, чтобы было удобно, и потихонечку подтягиваем. Вот наш узел получился. А теперь давайте посмотрим на остальные узлы, которые я для вас приготовил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok